Привет! Страсть к неизведанному, пожалуй, одна из главных отличительных черт человека. Сегодня будем утолять эту жажду новых открытий и покажем тебе то, что ты не видел ни разу в жизни. Поехали! Животные альбиносы всегда выглядят впечатляюще, но белые жирафы – ну очень уж редкое явление. Настолько редкое, что этот жираф единственный в мире. Все дело в лейцизме – генетическом заболевании, схожем с альбинизмом, когда кожа теряет пигментный оттенок. Крокодил, конечно, не стандартный питомец, но этот выделяется даже среди самых необычных домашних любимцев. Прежде всего, конечно, своими размерами. Этот приятель будто провел все лето у бабушки, и слово «нет» ему явно не знакомо. Как думаешь, за какие таланты парень перед тобой попал в эту подборку? Могу поспорить, ты такого точно не ожидал. Сейчас ты увидишь рапунцель по-ямайски. Попытки этого старика распутать свои драды напоминают процесс разматывания наушников. Из-за того, что концы волос окрашены, а корни седые, прическа будто бы является таймлайном его жизни. Есть ли у тебя версии, что здесь происходит? Ты будешь удивлен, но таким образом вертолет ищет золото. Эта штука внизу — огромный металлоискатель, с помощью которого пытаются найти залежи руд. С таким гигантским приемником можно обнаружить месторождение даже на глубине несколько километров. Ты должно быть слышал выражение «плавучий остров», но вряд ли видел, как такой остров толкают с помощью моторных лодок. Будто бы что-то из параллельной вселенной. Чем больше человек бороздит просторы океана, тем больше он обнаруживает существ, которые выглядят как нечто с другой планеты. И это создание походит на эволюционировавший пластиковый пакет. Если ты когда-нибудь видел тюленей вблизи, возможно, задавался вопросом, как они живут под водой с такими носами. Вот тебе ответ. В планете обезьян шимпанзе скачут на лошадях, но этим малюткам достаточно и собак. Этот спорт зародился еще в начале 20 века. Однако благодаря зоозащитникам общество быстро потеряло к нему интерес. А ты как относишься к такому зрелищу? Пиши в комментариях. Это кадры со знаменитой «Томатины» — ежегодного фестиваля помидоров в Испании. Суть праздника в огромной битве, где единственное разрешенное оружие — это помидоры. Отличный способ решить любой конфликт. Хотя если не знать этого, можно подумать, что это кадры из фильма ужасов. За неделю такого фестиваля используется более 140 тонн томатов. Ты, наверное, представляешь себе якорь как-то вот так. Но видел ли ты когда-нибудь якорь по-настоящему большого судна? Что ж, он перед тобой. Представляешь, какой нужен мотор, чтобы хватило сил увезти хотя бы эту штуку? Но это еще не все. В большом корабле все большое. Например, этот винт размером с малоэтажный дом. Или один из валов двигателя, которых в нем несколько. Поразительно, как быстро человечество проделало путь от парусников до этого. Сложно понять, что здесь происходит, но по этому треку можно догадаться, что это гонки. Пожалуй, самое тяжелое здесь — понять, кто пришел первым. Посмотри на этих людей, выстроившихся в ряд. Удивительно, но это они ими управляют. И как им только удается хоть что-то разобрать в этой суматохе, да еще и принимать решение. На самом деле, правила здесь не как в обычных гонках. Обычно выигрывает тот, кто прошел наибольшее расстояние за отведенное время. Должно быть, в детстве этому парню постоянно говорили выйти поиграть на улице. Этим он и занялся. Трудно сказать, что художник хотел сказать этой инсталляцией, но впечатлять он определенно умеет. Когда видишь нечто настолько огромное, что похоже на человека, должно быть, познаешь всю глубину эффекта зловещей долины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Омары — это один из тех видов животных, которые могут впечатлить разнообразием своих окрасок. Будто бы когда-то Вселенная выпустила DLC с кастомизацией для них. Некоторые из них невероятно редкие. Зацени, этот тигровый омар еще и обладает устрашающей клешней. Это двухцветный, двуликий в мире ракообразных. А как тебе синий? Лишь один из двух миллионов рождается таким. Причина — переизбыток белка в организме. Эти ребята — не аутентичные косплееры, а члены племени Манты, о которых слагают легенды в Индонезии. И, судя по их прическам, они придают волосам очень большое сакральное значение. Сейчас ты видишь необычный способ сварки — сварку трением. Для нее не нужен припой или сварочный аппарат. Достаточно лишь станка, который способен быстро крутить изделие. Иногда обыкновенные природные явления выглядят как какой-то глюк вселенной. Автор этого видео обнаружил, что из иллюминаторов самолета одновременно можно увидеть день и ночь. А на этом видео подобное явление видно уже с воды. Выглядит не только красиво, но и немного жутко. Надеюсь, он просто показывает необычный эффект от стрельбы под водой, а не тренируется перед рыбалкой. Оказывается, вода — неплохой глушитель. Вряд ли при взгляде на водителя автобуса будешь думать, что он прирожденный гонщик. Но вполне возможно, что это так. В этом заезде водители школьных машин автобусов соревнуются в своей безбашенности. В Англии живет не только Бэнкси, но и автор вот этого памятника. Он был создан специально к Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Каждый день с 15 до 15.30 он отжимается. А у тебя какое оправдание? В средневековье знали толк в веселье. Три бушеты, конечно, изобрели не для развлечений, но ничего не мешает человеку сегодня применить осадные орудия во благо. Очень залипательно, а огненные снаряды и вовсе похожи на кометы. Сегодня разборным мостом вряд ли кого-то можно впечатлить. Зато есть это — скручивающийся мост в Лондоне. Казалось бы, обыкновенный объект городской инфраструктуры, но эмоции от взаимодействия с ним вряд ли получится забыть. Тот самый момент, когда попросил парикмахера сделать что-то на свой вкус. Страшно спросить, сколько времени уходит на создание такого образа? Или уместнее сказать, проектирование? Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты, наверное, когда-нибудь видел или играл в Rocket League? Так вот, оказывается, в нее можно сыграть в реальной жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В качестве основных игроков здесь выступают автомобили, а на позициях галкиперов стоят экскаваторы. Главное, чтобы со временем такой футбол не превратился в герби. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то считает, что изобретать велосипед заново не нужно, но создатель этих точно не согласится с этим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Например, ездил ли ты хоть раз на велосипеде-лимузине? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было бы забавно отправиться в Тур-де-Франс на одном из этих агрегатов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со времен Титаника круизные лайнеры ушли далеко вперед. Этот норвежский лайнер – настоящий плавучий остров развлечений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь можно прокатиться на карте и даже посетить игровой центр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будто ты не посреди океана, а в моле своего города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это необычное зеркало сделано из помпонов и напоминает рой пчел не только звуком, но и поведением. Датчик движения отслеживает подошедшего и начинает отражать его на полотне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы иногда не понимаем, что мы уже живем в том самом будущем из фантастических фильмов. Только взгляни на это! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Есть лишь одно «но» в такой конструкции. Люди слишком любят фотографировать себя в зеркале. Осталось добавить лишь ядерный реактор, и мы получим «Железного человека» в реальной жизни. Субтитры подогнал «Симон» Эта штука напоминает растения из вселенной Чужого с не самыми добрыми намерениями. Но на самом деле это креноид, совершенно безобидное животное. Они появились еще в середине кембрийского периода, почти за 300 миллионов лет до существования динозавров. Поразительно, что с того времени они почти не изменились. Это шоу рассчитано на детей, но уверен, что взрослые будут впечатлены не меньше. Этому, конечно, есть научное объяснение. Все дело в действии закона Бернулли. Этот принцип используется в аэродинамике и глотит, что полная энергия вдоль линии потока жидкости или газа остается постоянной. Нет, это не первый спуск корабля на воду, как ты мог подумать. Это судно уже прошло немало испытаний и теперь готово к новым. С помощью такого лифта корабли поднимают для проведения ремонтных работ. Иногда их проводят прямо на месте, но могут и транспортировать судно в другое место, чтобы освободить лифт. Когда речь идет об изменении цвета, все сразу думают про хамелеона. Но оказалось, он в этом далеко не лучший. Посмотри на мастерство маскировки этого кальмара. Мастерство маскировки этого кальмара. Прилетев в Сингапур, ты сможешь начать удивляться местным достопримечательностям уже в аэропорту. Сложно смотреть на этот величественный водопад, не раскрывая рта. Знакомься, это Кикропийская моль. Крупнейшая моль Северной Америки. Но впечатляет она не только размерами, но и своей очаровательностью. На случай, если ты коллекционируешь необычные виды спорта, добавь в свой список гонки на гробах. Впервые этот фестиваль провели в 1994 году, и с тех пор нет отбоя от желающих прокатиться в последний путь с ветерком. Этот тостер был сделан в 1920-х, и он однозначно опередил свое время. С такой штукой можно никогда не бояться потерять ключи. На самом деле, она значительно упрощает любую перепланировку. КОНЕЦ Да, это всего-навсего оптическая иллюзия. Но что, если нарисовать обрыв посреди лыжной трассы? КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Сингапур – отличный пример того, как современный мегаполис может находиться в гармонии с природой. Хоть весь этот сад расположен под стеклянным куполом, не покидает ощущение, будто все это было здесь и до человека. Этот лес настолько огромный, что в нем можно заблудиться, как в настоящем. Готовить во время качки очень легко. Ничего не нужно перемешивать. Волны сделают это сами. Порой создание машин соседствует с высоким искусством. Эти аниматроники – отличный тому пример. Хитработы художника и могут нагнать жути, но от этого они не перестают впечатлять. Субтитры делал DimaTorzok Мы не всегда знаем, как работают вещи, которые окружают нас каждый день. Исправляем это упущение. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok